Газовые проверки остаются самым злободневным вопросом этого месяца. В правительстве региона обсудили острые проблемы совместных рейдов «Газпрома», сотрудников полиции и МЧС. Основной проблемой является отсутствие опять доступа в квартиры. То есть на сегодняшний день, если брать данные за вчерашний день, нарастающим итогом более 54%, почти 55% квартир у нас опять отсутствует допуск. Всего за время работы, за время реализации этого графика произвели обход 36 775 квартир. Было проведено больше 5000 повторных проверок. В 11 тысячах квартир специалисты исследовали техническое состояние газового оборудования. 879 единиц отключили. Основные причины – неисправность электроники или самовольная переустановка оборудования. В 20 тысяч квартир попасть не удалось. Моральное давление в виде людей в погонах не помогло. Есть случаи, их гораздо меньше, правда, что реально в квартире кто-то есть, даже открывают дверь. И при присутствии сотрудников МВД и МЧС, но делать что-то с газовым оборудованием, пройти в квартиру они не дают. Зампред правительства Максим Громов рекомендовал активнее вести просветительскую работу, беседовать с гражданами, руководству «Газпрома» быть более открытыми со СМИ. Предложил в объявлениях на подъездах указывать номера квартир, в которые должен быть обеспечен доступ, чтобы остальные жители попусту не ждали. Все эти меры, отметили собравшиеся, тем не менее рекомендательные. Заставить граждан пустить специалистов в квартиру никто не может. В договорах на обслуживание необходимость допуска прописана, а обязательность нет. Там прописан порядок информирования, как мы должны его проинформировать, что мы и делаем четко в соответствии с условиями договора, и обязанность потребителя обеспечить допуск. А ответственность там как прописана потребителю в этом, если он не обеспечен? Ответственность, к сожалению, она не прописана и в законодательстве. Свои проверки продолжает и жилищная инспекция. Более чем в 500 домах региона отсутствуют договоры на ВДГО. 214 многоквартирных домов, к сожалению, для нас остаются загадкой. В службе отсутствует информация о способе управления этих домов. Мы направили запросы в органы местного самоуправления. Буквально завтра уже истекает срок ответов на эти запросы. Поэтому будем дальше уже либо свой план проверок координировать, если нам будет известен субъект проверок, либо отрабатывать с муниципалитетами на предмет управления этими домами. Специалисты «Газпром» отмечают, столько работы, сколько у них есть сейчас, не было никогда. Испуганные взрывами люди обращаются и с предложениями внести некоторые адреса в список дополнительных проверок, жалуются на соседей и подозревают жильцов других квартир. Газовщики просили в помощь участковых. Если там все исправно и по вашим сведениям о нарекании и замечании к работе оборудования и обслуживанию нет, значит лишний раз проверять, наверное, смысла нет. Если там вопросы и подозрения есть, то наоборот лишняя проверка не повредит. Это бдительность и это дополнительная безопасность. По результатам встречи в правительстве чиновники создали рабочую группу по организацию и проведению проверок. Разработали план дополнительных мер по безопасной эксплуатации внутри домового и внутри квартирного газового оборудования. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.